GTA 5 за 210 рублей? Это что, сон? Нет, ведь на Sourcebuy самые низкие цены, ты сможешь купить самые крутые игры по самым низким ценам. Отзывчивая поддержка, реферальная система, система промокодов, а также многое другое только на sourcebuy.ru. Ссылка в описании. Серия Fallout наполнена самыми разнообразными историями. Приключения в играх этой франшизы могут насчитывать сотни часов, но исследовать постапокалиптический мир не надоест. Я всегда считал, что в лоре послевоенного мира самое интересное это убежище в Vault-Tec и их эксперименты. Не знаю почему, но именно секреты и недосказанности мне кажутся наиболее интригующими, из-за чего я первым делом изучил все, что связано с таинственной компанией. Многие убежища не так сильно затронуты в игровой серии, однако отлично проработаны извне. Желаю вам приятного просмотра и благодарю за помощь в виде ядер лайка, подписки и тыканье в колокольчик. Поехали! Как вы прекрасно знаете, на территории уничтоженной Америки тут и там встречается какое-нибудь убежище. В одном из них исследовали психологию, в другом влияние радиации на человеческий организм, в третьем просто проводили над людьми опыты. Практически все убежища были построены исключительно ради экспериментов сумасшедшего руководства Vault-Tec. Непонятно лишь, что с ними случилось, ведь спустя две сотни лет после начала войны никто так и не отдал новых приказов. Сегодня я решил подготовить рассказ об еще одном убежище, идея которого абсурдна и кажется лишней, но оно и не появилось в играх. Речь о 77-м, в которое поместили всего одного человека. Человек этот был мужчиной. Он страшно напугался, впал в депрессию, однако комфортабельные условия со временем помогли ему прийти в норму. Через год, три месяца и 12 дней он нашел коробку, полную марионеток. Изначально наш герой не очень-то обрадовался новым друзьям, но спустя пару месяцев стал общаться с ними как с живыми. Среди игрушек были король, пес и старушка. Об остальных нам ничего не удастся узнать, но это и не так важно. В один момент из коробки с куклами раздался голос. Одна из марионеток с внешностью Vault-Boy заговорила с мужчиной. Он не придал этому особого значения и стал общаться с куклой-блондином, пока однажды ночью не был убит король. В ужасе выживший из 77-го стал кричать на Vault-Boy, но быстро осознал, что сам убил короля, а кукла-подстрекатель убедил его выйти из убежища. Так как комикс больше шуточный, то дальнейшие события на пустошах показаны в виде забавных скетчей, но в финале наш герой вместе со своим кукольным напарником попадает в плен к рейдерам. Бандиты обсуждают убить заложника или съесть, после чего нам показывают кадры, где один из них в страхе рассказывает своим сообщникам, что его напарника убила марионетка, и она пришла за ними. В следующем кадре единственный житель 77-го убежища стоит среди трупов рейдеров. История эта довольно глупая, ведь несмотря на жестокость компании Vault-Tec, они бы не стали обустраивать целое убежище ради всего одного жителя. Эксперимент слишком незначителен на фоне остальных. К тому же, один человек не смог бы поддерживать в порядке все доставшееся ему оборудование, начиная с воздушного очистителя и заканчивая водяным чипом. И я говорю не о его компетентности. Если бы под рукой были руководства, то он вполне мог бы все это держать в порядке. Я говорю о времени. Он бы просто не успевал всем этим заниматься. Так что найти свободную минутку на игру с куклами, герой рассказа точно бы не смог. Однако в игре Fallout 3 можно отыскать о нем упоминание. В городе работорговцев Paradise Falls, если зайти в казарму, то на одной из полок можно отыскать комбинезон из убежища 77. А также вот эту запись. Я же тебе сказал, понятия не имею, откуда это взялось. Но парни напуганы до смерти. Какая-то давняя история про чужака без имени. Просто избавься от этой пакости. Ничего хорошего от нее не светит. К тому же, если она его, может он за ней вернется. Сечешь? Неизвестно, что именно просили сжечь работорговцы. Лежащий рядом костюм или что-то иное. Просто при такой эмоциональной записи, костюм бы давно сожгли. Да и вряд ли маньяк-марионетка пришел бы сюда именно за своей одеждой. Есть мнение, что сжечь призывали именно к куклу Волтбоя. Вот только как она попала к жителям Paradise Falls, непонятно. Ведь одинокий житель 77-го убежища убил своих захватчиков и исчез в пустоши. Еще одна теория. Вероятно, это вовсе не костюм одинокого жителя кукольного убежища. Мало ли как и почему этот комбинезон мог попасть сюда. К тому же, наверняка 77-е расхищали после его открытия. А запасной одежды там наверняка было много. Тогда аудиозапись вообще не имеет смысла и может относиться к чему угодно. А что вы думаете, дамы и господа? Если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, то обязательно оставьте его в комментариях. А также не забудьте поставить ядер лайк и тыкнуть в колокольчик. Да, кстати, не забудьте вступить в нашу группу ВК, где вот-вот начнется самая настоящая жизнь. Да и в Дискорд залетайте, ламповое общение будет обеспечено. Ссылки на эти ресурсы я оставлю в описании к этому видео. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok